Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы рассказать вам о важнейших хлопотах цветовода в осеннее время, а именно о посадке луковиц тюльпанов для того, чтобы обеспечить роскошное весеннее цветение. Существует на сегодняшний момент около 10 садовых групп тюльпанов, которые отличаются и высотой, и сроками цветения, и окраской цветов, и количеством цветов на цветоносе. Поэтому мы можем сейчас подобрать самые необыкновенные тюльпаны для посадки, для того, чтобы они украсили наш сад весною. Начну я наш обзор с видовых тюльпанов. Они так и называются, ботанические тюльпаны. В чем особенность этих тюльпанов? Тюльпанов на самом деле это самая разнообразная по внешнему виду группа, и она включает в себя сорта, которые практически не отличаются от диких предков тюльпанов. В эту группу входят тюльпаны группы Тарда. Это поздние тюльпаны. Они отличаются белым цветком с желтым пятном. Они низкие, раскрыты только на солнце, цветут одними из первых. Также сюда входят сорта тюльпанов, произошедшие от тюльпана Томазини. Они отличаются, как правило, красными либо малиновыми цветками, мелкими, раскрытыми на солнце. У них очень часто бывает многоцветковость. То есть на одном цветоносе бывают от трех до четырех цветков. Вообще большинство тюльпанов ботанических, это скорее изюминка вашего сада. Они хороши для использования в ракариях, каменистых горках, поскольку именно там вы в полной мере можете оценить всю прелесть и красоту этих мелкоцветковых интересных тюльпанчиков. Разрастаются они в зависимости от сорта достаточно по-разному. Есть сорта, которые размножаются быстро и легко, есть сорта, которые размножаются не очень хорошо. Но в любом случае попробовать для себя что-то новое, несомненно, стоит. Еще одной интересной группой тюльпанов являются тюльпаны Грейга. Тюльпан Грейга – это видовой тюльпан родом из Средней Азии. Он отличается не очень большой высотой цветоноса. Особенностью не только вида этого, но и всех сортов, входящих в эту группу, является то, что листья у этих тюльпанов имеют пестрое окрашивание. На них имеются такие пурпурно-малиновые пятна, полосы, расположенные в виде рисунка, которые особенно ярко выглядят в момент распускания листьев. Но, как правило, после цветения эти пятна уже теряют свою яркость. В чем еще особенность этой группы? Это одна из наиболее раннецветущих групп тюльпанов. Тюльпаны эти расцветают практически через 1-2 недели после стаивания снега, сразу после окончания цветения галантусов. То есть это практически самые первые тюльпаны в нашем саду. Окраска цветков тюльпана Грейга не очень разнообразная. Как правило, эти сорта имеют 2-3 цветную окраску, в которой преобладает красный, желтый, иногда белый, либо оранжевый цвет. Очень часто в донце этого тюльпана имеется черное, либо пурпурное пятно. Цветки этих тюльпанов очень хорошо раскрываются на солнце в виде такой звезды и придают особенную декоративность посадкам в каменистых садах. Ну, а также их хорошо использовать в рабатках, продолговатых цветниках вдоль каких-то длинных дорожек. Их хорошо высаживать в виде бордюров, эти тюльпаны. Еще одной интересной группой тюльпанов является группа тюльпана Кауфмана. Это тоже группа тюльпанов, созданных на основе видового тюльпана, тюльпана Кауфмана. Этот вид несколько похож по своим декоративным качествам на тюльпан Грейга. Цветки у него имеют острые лепестки, чаще всего они красной, либо оранжевой окраски. И особенностью сортов этой группы является их низкорослость. Как правило, цветоносы этих тюльпанов не превышают высоту 15-20 сантиметров. То есть это самые низкорослые и ранее цветущие тюльпаны в вашем саду будут. Их применение достаточно похоже на применение тюльпанов группы Грейга. Их можно высаживать в каменистых садах, но естественно не поодиночке. Желательно их высаживать небольшими группами, как минимум по 5-7 луковиц, чтобы это имело декоративный эффект. Либо высаживать их в виде бордюров вдоль дорожек. Еще одна особенность ботанических тюльпанов группы Грейга и Кауфмана – это то, что эти тюльпаны могут простить вам некоторые погрешности в классической агротехнике выращивания тюльпанов. Вы можете сорта вот этой группы не выкапывать на просушку на протяжении 2-3 лет, а выкапывать их только по мере разрастания гнезда тюльпанов для того, чтобы просто размножить их. Этот тюльпан, несмотря на отсутствие выкопки, не будет терять практически своих декоративных свойств и будет свести достаточно исправно. Также одной из неприхотливых групп тюльпанов и наиболее распространенных в садах является группа тюльпанов Дарвиновой гибриды. Чем она хороша? Это тюльпаны среднего либо позднего срока цветения, отличающиеся крепким прямым цветоносом, крупным цветком бокальчатой формы. Но сорта эти получены были впервые в 30-е годы прошлого века. Их особенностью является высокая устойчивость к заболеваниям. Они также могут произрастать некоторое время на участке без выкопки. Хорошая способность к размножению, способность давать большое количество детки хорошего качества. Ну и надежное стабильное цветение ежегодно. При этом есть, конечно, недостатки у этой группы. Как правило, тюльпаны этой группы не отличаются большим разнообразием окрасок. Цветы этой группы имеют желтые, красные, оранжевые. Очень редко бывают они двухцветные. Например, желтые с легкой розовой окраской по краю лепестка. И эти тюльпаны, на мой взгляд, наиболее пригодны для выращивания на срезку. Либо в больших группах в саду. Еще одна группа тюльпанов, которая может украсить ваш сад, это группа триумф тюльпанов. Это более современная группа, в создании которой принимали участие и дарвиновые гибриды, и некоторые другие сорта и группы. Отличаются эти тюльпаны в среднем, либо в средне-позднем сроке цветения. Как правило, имеют они простой чешевидный бокальчатый такой цветок, крупный достаточно по размеру. И отличаются они большим разнообразием окрасок. Очень часто в этой группе встречаются сорта с розовой, малиновой окраской. Есть и классические желтые, красные сорта. Очень часто встречаются двухцветные сорта. Вот эта группа, на мой взгляд, одна из наиболее перспективных для выращивания на срезку в саду. Она дает прекрасного качества букеты в мае месяце. То есть это хороший такой, красивый букет у вас получится. Еще интересными разнообразия тюльпанов было бы неполным, без упоминания о таких группах, как бахромчатые тюльпаны. На мой взгляд, это одна из наиболее интересных и таких романтичных групп тюльпанов, которая чаще всего отличается поздним цветением. Но некоторые старые сорта имеются с ранним цветением. У этих тюльпанов очень часто встречаются сорта с приятным ароматом цветков. Как правило, в описании сорта аромат не указывается, но окраска и срок цветения в нем указываются всегда. Вы можете попробовать вырастить несколько разных сортов бахромчатых тюльпанов и насладиться в полной мере их красотой. Это одни из самых романтичных и прекрасных тюльпанов, на мой взгляд. Единственное, у них есть одна не очень приятная особенность. Несмотря на то, что эти тюльпаны поздние по сроку цветения, они достаточно сильно повреждаются серой гнилью. Поэтому при их выращивании обязательно использовать препараты, которые помогают нам бороться с гримковыми заболеваниями в почве. Например, препараты на основе триходермы. Либо препараты, которые мы применяем, когда мы уже видим повреждения на луковицах, либо на отрастающих листьях. Это хорус, максим, это препараты, которые могут уничтожить уже появившиеся заболевания на этих растениях. Прекрасные также тюльпаны, которые относятся к группе лилии цветных. Лилии цветные тюльпаны, они тоже очень интересные. На мой взгляд, они больше напоминают даже не лилию, а бутон лилии. Они имеют узкие лепестки, бокальчатую перетянутую форму цветка. Чаще всего, несмотря на даже самую жаркую погоду, бокал остается закрытым, он не раскрывается на солнце и отлично выглядит в срезке. Есть сорта, которые объединяют в себе достоинства как лилиицветных, так и бахромчатых тюльпанов. Но, как и бахромчатые тюльпаны, лилиицветные тюльпаны цветут достаточно поздно. Они замыкают цветение тюльпанов перед началом цветения ирисов. Какие группы тюльпанов выращиваются не столь часто? На мой взгляд, недостаточно часто используются в озеленении и в цветоводстве такие тюльпаны, как тюльпаны махровые. Несмотря на то, что они выглядят очень роскошно, цветки их чаще всего напоминают хороший полноценный пион. Имеется сейчас большое количество сортов с различной окраской цветка. Красные, розовые, оранжевые, белые, двухцветные сорта очень часто имеются. Некоторые сорта имеют сильный приятный аромат. У них есть одна особенность. Они очень часто страдают от весеннего похолодания. Дело в том, что у них очень крупный и тяжелый бутон. И если у нас возвратные заморозки наступают, то, как правило, стебли этого тюльпана полегают. А потом, когда становится теплее, они выпрямляются. Но из-за того, что бутон тяжелый, все равно стебель остается таким искривленным. На мой взгляд, это некоторый недостаток, но он вполне простителен. И вы вполне можете попробовать вырастить эти интересные, красивые тюльпаны в своем саду. Они отлично смотрятся в срезке, они стоят достаточно продолжительное время. Кроме того, они просто украшают сад. Но эти тюльпаны обязательно следует выкапывать ежегодно на просушку, для того, чтобы обеспечить отличное качество цветения. Еще одна группа тюльпанов, которая выращивается не очень часто, она скорее такая коллекционная группа тюльпанов. Это тюльпаны зеленоцветковые или веридифлора. Чем они отличаются? Несмотря на то, что они называются зеленоцветковые, зеленого в цветке такого тюльпана на самом деле не очень много. Как правило, зеленый цвет присутствует на внешней стороне лепестка до начала полного цветения. То есть, когда он в бутоне, либо в начале цветения. Вот зеленый цвет, как правило, имеется. Наиболее эффектно это смотрится на сортах с белой окраской лепестков, либо с розовой окраской лепестков. Желтые зеленоцветковые тюльпаны. Выглядит, на мой взгляд, немножко просто. Но вы можете попробовать и сравнить. Возможно, мое мнение покажется вам неправильным. И еще одна группа тюльпанов, которую тоже не очень часто выращивают, но которая придает особый шарм вашему саду, это группа попугайных тюльпанов. Попугайные тюльпаны – это такие немножко уродцы, но очень милые уродцы в мире тюльпанов. Они имеют такие вздутые лепестки двух-трехцветной окраски. Чаще всего фоновая окраска – желтая, красная, оранжевая. И на ней могут быть пятна, полосы, штрихи зеленого, желтого, красного цвета. И при этом сам цветок имеет немножко фантазийную форму. Часто эти цветы имеют очень хороший аромат. Выглядит отлично в срезке. Это позднецветущая группа тюльпанов. Также можно попробовать вырастить ее в своем саду. После того, как вы определились с выбором тюльпанов для своего сада, стоит немножко напомнить о посадке самих луковиц. Но прежде всего убедитесь в том, что луковицы, которые вы приобрели, здоровые, качественные. Какие критерии качества у луковицы тюльпанов? Это прежде всего наличие покровной чешуи. Хотя частично ее отсутствие не является недостатком. Главное, чтобы сама мякоть с луковицы, вот эта белая, не имела видимых таких сильных повреждений, особенно в области донца. не имела сухих коричневых либо белых пятен, а также не имела видимых признаков заболевания грибковыми болезнями. Очень часто на луковицах, особенно которые долгое время в реализации находятся, имеются пятна зеленой плесени, серой плесени. Как правило, такие тюльпаны, даже если они приживаются, весной не дают хорошего полноценного цветения. Размеры луковицы – это чаще всего сортовая особенность. Например, тюльпаны из группы ботанических отличаются очень мелкой луковицей, но несмотря на ее малый размер, эта луковица дает полноценное цветение, наступающее весною. Самые крупные луковицы отличаются бахромчатые тюльпаны. Если мы берем во внимание один разбор тюльпанов, который должен дать одинаково приблизительно качество цветок. Кроме того, крупная луковица у дарвиновых гибридов, у тюльпанов – триумф. Если вы сажаете тюльпаны в условиях умеренного климата, следует тщательно соблюдать глубину посадки. Глубина посадки тюльпанов, как и большинство луковичных растений, составляет три высоты луковицы. Причем эта высота отчитывается от донца. То есть над каждой луковицей у вас должно по высоте поместиться еще две луковички. То есть в зависимости от размера луковицы вы сажаете их на определенную глубину. Есть особенность при посадке тюльпанов, приспособления, которые помогают сажать. Это специальные посадочные совки. Есть посадочные корзины для тюльпанов. В принципе, вы вольно использовать в своем саду те инструменты и приспособления, которые помогают вам получить оптимальный результат. Напомню только, что сезон посадки тюльпанов оптимальный длится, как правило, в условиях Белоруссии, Украины, России до конца октября месяца. Но если вы знаете, что у вас есть возможность получить луковицы в более поздний сезон, просто следует подготовить посадочную грядку до наступления хороших морозов. Взрыхлить землю на нужную глубину и укрыть ее затем слоем листа, а также пленкой, чтобы земля не промерзла. И тогда вы сможете посадить тюльпаны вплоть до Нового года. Если все условия при посадке вы соблюдете верно, то весной, даже при поздней посадке, вы сможете насладиться цветением своих любимых весенних цветов. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.